Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25 ноября, день Иоанна. Сегодня почитает Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Вначале он жил обычной мирской жизнью. Потеряв жену и детей, посвятил себя Богу и вел аскетический образ жизни. Известен своей добротой и заботой о бедняках. Став патриархом, Иоанн подсчитал, сколько нищих находится в Александрии. После чего раздал им все свое имущество, совершил много добрых дел, выкупал пленных, давал приют обездоленным. За это получил прозвище Милостивый. Сегодня заканчивались свадебные недели. Следующие свадьбы играли уже в конце зимы. Юноши и девушки, оставшиеся без пары, завидовали своим более удачливым товарищам и подругам. Вокруг жилья становилось больше зимних птиц. Клестов, снегирей, соек, свиристелей, которые быстро осваивались на новом месте. Тяжелее всего переносили зимнюю стужу маленькие дети. Было принято молиться за малых сыновей и дочерей, чтобы Бог к ним был милостивым и дал здоровье. Поэтому родители сегодня вымаливали здоровье детям, одновременно прося у Бога и святых счастья для них. Приметы. Сегодня следует прочесть молитву Иоанну, чтобы дети были здоровы и защищены. Дождь пошел сегодня, холодов не будет до введения, это 4 декабря. Если еще не похолодало, весна ранней будет. Изморозь утром, заморозки вечером. Облака против ветра плывут, в ближайшее время снег пойдет. Низкие облака сегодня к морозам. Какая погода на Иоанна, таким и начало декабря будет. Если сегодня дождь идет, до февраля будет стоять сырая погода. Если печи зола образуются, это к теплу. Если сегодня снег выпал, пролежит до самой весны, которая будет позднее. Если сегодня сделать доброе дело, оно обязательно зачтется умершим родственникам, облегчить их участь на том свете. На заметку возьмите. Покупки, совершенные сегодня, весьма удачны и прослужат долго. Девушкам не стоит сегодня покупать обувь. Если сегодня накормить мужа орехами, он станет ласковым. На серебро. Серебряные ложки совсем другое дело. Это уже бактерицидные вещи. Они хорошо тут и теплоту отводят. Это традиционная серебряная посуда, но она скорее для сервантов, чем для стола. Лучше пользоваться, а не жалеть. Правильно. Для того, чтобы быть здоровым и по мужской части, и по женской части, используйте серебряные ложечки. Все ясно. Вот. И, кстати, чтобы не быть голословным, Николаю подарим серебряную ложку. О, Геннадий, спасибо. Наборчик и вилочку. Спасибо большое. Вот это тебе серебро настоящее. Спасибо. Это пускай будет освещено твое личное серебро. Куда бы ты ни поехал, теперь все это с собой привозишь и ешь. Гастрольный вариант. Да, гастрольный вариант. Итак, а что же теперь использовать в качестве сахара? Ну, все мы любим сладенькое. Да, да. Все любят сладенькое. Обычно сахар. Вот что делает сахар? Ну, вот мед. Или мед. Да, мед я привожу с Алтая. Тогда часто езжу на гастроли. И это гречишный горный, гречишный мед с горного Алтая. Гречишный мед с горного Алтая. Очень вкусный. Очень вкусный. Вкусный. Это хорошо. А польза это другое. Оказывается, то, что собрано с травок. Оно уже имеет там и микроэлементы. И вообще, мед это удивительный такой природный, как бы сказать, продукт, который произведен воздухом, растением, почвой, климатом. Все это собирается в растении. В растении, да. Пчелка прилетела, все это собрала. И потом еще переработала, переживала и положила. И оказывается, мед, бактерицидное средство. Она, значит, всех этих микробов. Желчевонное. Два. Ну, в большом количестве, конечно, тоже этого не надо. А то, может, и сахарный, да, диабет. Гречичный мед содержит еще такие микроэлементы, которые способствуют кроветворению. А о кроветворении мы поговорим особенно отдельно. Так вот, мед – прекрасный продукт для того, чтобы использовать чай. Но, чтобы… Что-то полезное. Что-то есть. Можешь с медом, можешь как угодно. Чтобы мед действовал, он не должен класться в воду свыше 43-45 градусов. Он разломается. Теплый чай. Да. И становится просто-напросто сладкая водица. А полезные свойства исчезают. Поэтому мед – великолепная вещь. Гречичный – отлично. Особенно для женщин. Кстати, вот смотрите. У нас есть тут инжировое варенье. Инжировое варенье. Вроде вкусная вещь. Но так как там содержится сахар, оказывается, сахар способствует тому, что он сушит организм. Сам по себе сахар, да? Сам по себе сахар, да. Вот. А для того, что мы… Я думаю, что у нас в семье, как бы, последние годы мы от сахара вообще отказались. У нас, в принципе, я даже не уверен. Вы сказали, сахар у тебя есть, я не уверен, что у меня сахар есть. Сахар есть, отлично, отлично. И так же и с солью такая же история. Очень, очень мало. Хорошо, хорошо. То есть сахар вреден, в принципе. Так вот, оказывается, Бог говорит, в чем его вред заключается? Опять-таки, все, конечно, количество раз, но тем не менее. Так как мы часто его употребляем, он подсушивает наш организм. И он, как мы с тобой лысые, нету прически, нету никаких украшений. То есть нету никаких микроэлементов, которые должны идти в его связки. Вот другое дело, инжир сухой. Он содержит сахара, пробы. Такое же, как варенье, только сухой. Да. Плюс здесь содержится клетчатка. Двадцать девятые лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияют на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нарушение, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги. Как вы прожили этот лунный месяц? Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!